Атынина с нами на прямой связи. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вы нас слышите и как вы нас видите? Я-то вижу, а вы меня? Да, мы вас видим, мы вас слышим, и всё у нас вроде бы хорошо. Поэтому можем начать наш разговор. И начну я его, конечно, с Нагорного Карабаха, из того, что там происходит и произошло. Вас удивило вот такое стремительное развитие событий в этой, казалось бы, затяжной истории? Ну, наверное, не будем врать, что если бы оно не было предвиденным, то есть если бы его все предвидели, то, наверное, 120 тысяч армян уехали бы из Нагорного Карабаха раньше. Но я ожидала что-то в этом роде после встречи Путина и Эрдогана в Сочи, потому что было очевидно, что действительно единственное, что сделал Путин, это дал Эрдогану добро на Нагорный Карабах. А в остальном, понимаете, с одной стороны, это было неизбежно, потому что, ну как, в 20-м году война остановилась только потому, что Азербайджан решил её остановить. Мне кажется, у меня есть такое смутное подозрение, что Путин тогда решил этот конфликт приберечь на более позднее время. И что тогда, поскольку он собирался занять Киев за три дня и после этого объединить Россию, Украину и Беларусь, что он собирался Нагорный Карабах отдать Эрдогану, на противоходе снести Пашиняна и, соответственно, подписать какой-нибудь договор ещё и с Арменией о вхождении в восстановленный Союз Советских Социалистических Республик или что-то в этом роде. Но, как мы знаем, со стратегическим планированием у Путина неважно, поэтому в итоге ему пришлось отдавать Нагорный Карабах просто так. Как я понимаю, они всё равно хотели снести Пашиняна. Более того, я вам скажу такую маленькую деталь, и у них не получилось. И более того, я вам скажу такую маленькую деталь. Вот мои армянские друзья мне сказали, что в феврале 1922 года, когда, соответственно, Россия начала воевать против Украины, тогда в Ереван заехало довольно большое количество вместе с настоящими беженцами от войны, большое количество каких-то крепких людей, примерно того же вида, которые заехали в Киев накануне войны. То есть, видимо, это и должны они бы изображать тут армянский народ или помогать Кочаряновской фракции свергать Пашиняна. Но вот мы видим, что у Путина ничего не получилось, и совсем ничего не получилось. А оплата ужасная, оплата 120 тысяч человек, или, ну, мы не знаем точное количество, которые мы уже видим, уезжают, которые просто понимают, что им там не жить. Две вещи я хотела бы отметить, наверное. Первое, это что в свое время и Терпетросян хотел решать проблемы Нагорного Карабаха, то есть он готов был отдать какие-то территории, но до этого его снесли. Второе, что Пашинян, как это ни странно, это мало кто знает, но я действительно могу сказать, что это так, это просто вот я знаю от независимых людей, которые были наблюдателями, что Пашинян получил от Алиева, как только он стал главой республики, предложение, которое, ну, глядя с того, что произошло, значительно гораздо более выгодно. Я не знаю деталей этого предложения, но тем не менее оно предполагало, что там будет передаваться регион за регионом, а статус Нагорного Карабаха будет определен через 10 лет. То есть это гораздо лучше, чем то, что сейчас произошло. И Пашинян это предложение отверг по той простой причине, что нынешние демократические политики, демократически выбранные политики, они в принципе не могут работать на некоторые стратегические цели, даже если они их понимают, потому что их просто снесет народ. Вот я тут задумалась о том, что, знаете, если посмотреть на среднестатистического европейского монарха 19 или 17 или 18 века, то в принципе это человек более образованный, более продвинутый и, конечно, более стратегически мыслящий, чем любой современный европейский президент или там соседний тиран какой-нибудь. Потому что, с одной стороны, этот монарх не ворует, хотя иногда около него воруют аристократа, а с другой стороны, он действительно, ему не надо думать о выборах. Вот это вот ловушка, которую Пашинян не мог избежать. Вторая вещь, которую я хочу обратить внимание, это то, что никто из европейских политиков, хотя они, естественно, ничего и пальцем не шевельнули, покупают у Алиева газ, то есть у них вот проблема, они убежали от Путина, зато они теперь покупают газ у Алиева. Что никто из европейских политиков не говорил ничего такого-то, вот здорово, восстанавливается территориальная целостность, все выражали опасения насчет этнической чистки, насчет геноцида. Ну, понятно, что их опасения, их озабоченности мало чего значат, но я обращаю внимание на то, что их риторика не была. Вот если тут территориальные границы восстанавливаются юридически, то все это замечательно, а все остальное слышать не хотим. Поэтому я думаю, что те, кстати, обратите внимание, что этим не занималась украинская власть, но большую часть украинской турбопатриотической публики, она с восторгом писала, вот смотрите, как эти, значит, хвосты этих негодяев выстраиваются в очереди, вот так же они будут гнать, а так же они будут бежать из Крыма. И они не понимали, что вот такого рода настрой это, собственно, главная причина, почему Украина не получает достаточно оружия. Вопрос, который возникает в связи с Карабахской историей, это почему Варданян не успел и не стал ли он условной сакральной жертвой, которую просто преподнесли Азербайджану. Вот как вы считаете, что с ним, с этой фигурой? Я не знаю, я ничего не могу понять, я вам могу честно сказать, что мне теперь стыдно, я с большим недоверием относилась, когда Рубен Варданян приехал на Горный Карабах, я думала, что тут какие-то... Что тут, почему тут, в чем его выгода? И сходя из того, что произошло, мне кажется, что это человек, который действительно поставил все на карту и его главной задачей было как-то помочь народу. И добро в мире не торжествует, кроме как в сказках. Просто то, что торжествует, потом называется добром. А Путин в этой истории проигравшая сторона? Потому что получается, что геополитически он теряет Южный Кавказ, теряет влияние. В общем, в каком-то смысле, наверное, он был унижен, потому что был нанесен удар по базе миротворцев российских, причем по боевому... По складу боеприпасов все это взорвалось. Потом была расстреляна машина с командованием миротворцев. И, ну, в общем-то, для российского президента, наверное, это не самые приятные, имиджевые какие-то моменты. Я не говорю о морально-нравственных, мне кажется, они там давно атрофированы. Но, тем не менее, вот не стало ли это для Путина таким актом публичного унижения со стороны Алиевой и Эрдогана? Смотрите, там два главных акта публичного унижения, потому что, как ни странно, когда во время войны, а это все-таки война, расстреливают машину, там и после этого извиняются, да, такие вещи происходят. Там два расчетливых акта публичного унижения. Один — это, конечно, арест Варданяна, потому что его взяли в заложники. Мы все равно, как ни крути, мы понимаем, что Варданян человек для российской элиты, не чужой. И второе — это требование выдать деятелей Нагорного Карабаха, большая часть из которых требование формально обращено к Пашиняну. Мы знаем, что просто эти люди, они находятся в Москве, они, собственно, являются, дружат с путинским окружением. Они, собственно, проводят... Это как раз те люди, которые проводили путинскую политику. Это, во-первых. А если говорить, ну, даже это все бледнеет по сравнению с той простой вещью, что попытка Путина восстановить Советский Союз, кончается восстановлением Атаманской империи. И мы видим, что действительно в борьбе в войне, которую начал Путин, в войне демократии с тираней, выигрывают тирании просто не такие, как путинская, а такие, которые более продуманные. И, конечно, то, что... Понимаете, ведь как ни крути, только экспансия Российской империи в свое время в Закавказье спасла существующие там христианские народы от постепенного или изменения этнического состава, или этнической чистки, или геноцида, как это было вообще в Турции, не только с армянами, но, напомню, и с греками, и с ассирийцами. И вот сейчас маятник движется в другом направлении. Этого, понимаете, никаким способом не скрыть. Можно предотвратить... Да, мы видим, что, слава богу, вроде бы в Нагорном Карабахе позволяют людям уехать. Это, собственно, делается, как я понимаю, по наставанию Европы, и более того, прежде всего, США. Там же совершенно не случайно Саманта Пауэлл. Там американцы главным образом дали добро. Они сказали, типа, делайте все, что хотите, но что без резни. Ну, посмотрим, выплывет ли... Мы же не знаем сейчас, на самом деле, что там происходит, поэтому надо быть очень аккуратными, потому что, например, мы тоже не знали, что происходит в оккупированной Киевской области, а потом, когда российские войска ушли, вылезла буча. А если бы российские войска не ушли, то буча бы не вылезла. А тут азербайджанские войска никуда не уйдут. И мы должны понимать, что там черный ящик, которого подробностей мы не знаем. И с одной стороны будут какие-то люди, которые будут пользоваться этим, и говорить, ну, нагнетать ужасы, которых, возможно, нет, и тоже придумывать что-то. А с другой стороны будут другие люди, которые, возможно, будут скрывать те ужасы, которые есть. А Путин, вот те акты публичного унижения, на которые вы обратили внимание, и которые я тоже упомянул, кем они, в первую очередь, могут быть замечены, и могут ли привести к ослаблению путинского режима внутри России, поскольку внешне, я так понимаю, что все-таки у него уже не столь много рычагов, и не столь сильный сформированный имидж. Вот внутри это может привести к тому, что начнутся какие-то трещины, какая-то коррозия этого режима, поскольку он не так силен, как, наверное, хотел бы казаться. Ну, слушайте, ну вот смотрите, что происходит внутри. Да там пошли слухи о смерти Кадырова, которые, как в истории с Марком Твена, были преувеличены, после чего Кадыров напомнил о себе, что он жив следующим способом. Сначала было вывешено видеоизбиение сыном Кадырова беззащитного русского мальчишки в СИЗО города Грозный, куда, между прочим, этого русского парня отослал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Я напоминаю, что там этот вот Журавель, он сжег Коран, он сжег Коран, не помню где, но совершенно точно не в Чечне. То есть его выдали Чечне, это, ну, как бы новое слово в российской юриспруденции. Дальше произошло это намеренное избиение, дальше произошло, естественно, возмущение, потому что, ну, просто, я не знаю, как там зет-патриоты, но вот на месте украинских пропагандистов я просто это показывала бы каждому российскому солдату в окопах, вот за что вы, ребята, сражаетесь, вот за кого вы сражаетесь. И посмотрите, как сражаются кадыровцы, и посмотрите, где у них фронт. У них фронт проходит, доблестный Адам Кадыров, очень храбрый человек, избил безоружного человека, значит, вот где проходит настоящий фронт, и вот с кем он воюет. А после этого этому возмущалась, я, кстати, посмотрела, невероятно много возмущалась Ксения Собчак, просто она действительно об этом подробно писала, после чего ей позвонил Кадыров. Мы знаем, что такое звонки Кадырова. Мы понимаем, как это все звучало. Я, кстати, обращу ваше внимание, что вот сейчас Кадыров, когда встретился с Путиным, секундочку, я просто даже выписала себе, что Собчак после этого написал. Мы же в прямом эфире, да? Да, мы в прямом, но я пока могу воспользоваться этой паузой и напомнить, что у нас есть телеграм. Лично мое мнение по встрече Путина и Кадырова через трое суток после видео с избиением беззащитного человека это такая претензия, занять место главного по беспределу вместо Пригожина. Позиция эта очень нужна перед выборами, посмотрев на Кадырова, а до предательства на Пригожина люди должны понять, что есть только один вменяемый претендиант на должность Путин. Для этого нужна была кувалда, а теперь вот такое видео. Ну, я напомню, что вообще у... Это же не случайный звонок Собчак, потому что у Ксении Собчак и Кадырова есть давняя история, которую не все знают. Я думаю, что я... Я тоже не все слышала, но из того, что я слышала, я знаю, что после того, как Ксения Собчак публично на пресс-конференции спросила Путина, выполняются ли в Чечне законы России, это было после очередного какого-то такого Демарша Кадырова, она... У нее были крупные неприятности, и в частности ходят слухи, что после... Кроме Немцова, там было еще несколько человек в шорт-листе, и один из них была Ксения Собчак, и ходят слухи, что за ней была длительная слежка, которую там пришлось потом регулировать. Вот после этого она все равно вот все это написала, вот ей Кадыров позвонил. Мне еще, конечно, абсолютно там просто... Не то, что возмутила реакция вот этих вот белых пальто, которые принялись писать, что значит это все совместное Собчак с Кадыровым пиар-операция. Ребята, да если вам позвонит Кадыров, знайте, что будет в ваших штанах. Вот, это было, конечно, какое-то дно. Так вот, да-то к вопросу о том, что вот Кадыров выполняет свою программу. Какой там Алиев? Какой там Нагорный Карабах? Вот, ребята, вы хотите это? Ну здесь как раз, видите, у многих почему возник такая вопрос, а не выполняет ли Ксения Собчак какую-то определенную задачу. Я просто перескажу, что для наших зрителей, что говорят. Что, мол, в этом тексте, который она написала после звонка Кадырова, было акцентировано внимание на том, что он жив, здоров и ест орешки. Соответственно, после появлений многих сообщений о том, что Кадыров умер, и в частности Абубакар, Ингулбаев в частности это писал в своем телеграм-канале, он появляется и показывает, нет, я жив, я присутствую. Хотя, знаете, вот честно говоря... Ну вот сейчас он появился на встрече с Путиным, Абубакар Ингулбаев опять напишет, да, просто не будем вспоминать господина Ингулбаева, не будем вспоминать причину избиения Елены Милышиной, она все это довольно открыто сама рассказала в своем тексте. А еще раз повторяю, ну не сходите с ума. Ну это просто как бы мерзко, когда, выполняя какую-то свою задачу, люди при виде, ну, совершенно очевидной ситуации, когда человеку угрожают, когда человеку звонит Кадыров, начинают еще издеваться над тем, кто угрожает, и встают фактически, что, на сторону Кадырова. Это, вы не знаете, вот напоминает, как сейчас после удара по Черноморску, штабу Черноморского флота, объявила, скажем так, не очень, не очень разумно поступили, как я понимаю, люди из окружения Кирилла Буданова, которые рассказали, что там погиб командующий флотом. Командующий флотом оказался жив. После этого, значит, часть народов принялась писать, что это фей, что это тип фей, что это российская пропаганда. То есть, ну, ребята, ну, чем же вы тогда отличаетесь от Путина, который любит, чтобы ему рассказывали только что то, что ему хочется слышать? И как это вообще все выглядит в глазах третьей стороны, которая видит, что, ну, совершенно фантастическая украинская операция, которая действительно по вскрытию неба над Севастополем, когда вынесли С-400, потом вынесли вышки Бойко, потом снова вынесли С-400, потом разбомбили аэродром Саки, потом вишенка на торте, да, сверху аккуратно вскрыли ракетами Storm Shadow, прилетевшими с самолета, показав беззащитность этого дела, штаб Черноморского флота. И потом все это спустили в унитаз, рассказав о том, что, значит, убили там командующего флотом, который жив-живеханек, и продолжают некоторые отдельные головы еще горячее настаивать. Я хочу вернуться к Рамзану Кадырову и состоянию его здоровья. Он жив, по крайней мере, это всем попытались показать, но тем не менее, судя по всему, со здоровьем у него серьезные проблемы, и это уже тоже сложно скрыть. Вообще, что с Рамзаном Кадыровым? Не ищут ли ему преемника сейчас? Не рассматривают ли, например, Адама Кадырова, хотя ему всего 15 лет в качестве некого такого престола-наследника? Какая там ситуация внутри вот этой структуры, внутри этого круга? Мне сложно сказать. Я вообще сильно подозревала, что действительно дела Кадырова пошли плохо ровно по той же причине, по которой пришли дела Пригожина. Там же дело не в том, что у него какие-то проблемы с почками, а в том, почему у него эти проблемы. Потому что выглядело это изначально так, что есть Рамзан Кадыров, который все время говорил, я солдат Путина, но на самом деле было видно, что Кадыров и его люди получают с России все, что хотят, получают с Путина все, что хотят. Все это выглядело не как человек, который является... Все это выглядело, знаете, как какой-нибудь Англушане, император Сюанзун, против которого Англушане в конце концов поднял восстание. Все это выглядело как германские короли, бессильные римские императоры и так далее. Я не буду приводить других массу исторических примеров, когда формально человек сидит на троне, около него находится варварский выначальник, который на самом деле да, говорит, я тебе верно служу, но если там человек на троне что-то не выполняет, то, значит, варварский выначальник, верно служащий римскому императору, меняет римского императора на какого-то другого. Ну, не до такой степени, но тем не менее было видно, что войну между Россией и Чечнёй выиграл Кадыров, что Путин не может возразить, особенно это стало очевидно с момента, когда началась украинская война. Все думали, что Кадырова потратят, Кадыровцев, ну, просто в первые шеренги отправят. Вместо этого мы видим, что, наоборот, Кадыров снимал разные очень странные видео на тему, как актёр, играющий Зеленского, капитулировать, но не перед Путиным, а перед Кадыровым. То есть это было, ну, как это? Вот, представляете, это всё показывали Путину. И мне кажется, что мне тогда казалось, что и Путин, значит, он сделал выводы из поведения Пригожина, он сделал выводы из поведения Кадырова. Вот у одного случился самолёт, у другого случились почки. И, соответственно, всё, там, Путин будет стремиться укрепить свою власть. Вместо этого мы видим, что, наоборот, укрепляется власть Кадырова, избиение журавля, выкладывание это в паблик. Это же двухходовка, да? Выкладывание в паблик, люди начинают возмущаться, наезжает на того, кто возмущается со словами «не трогай мою семью». Нормально, да? Вот люди, как бы, мне ужасно удивляют те люди, которые там внимательно слушали, что Ксения Собчак написала, они не заметили слов Кадырова «ты чего меня трогаешь? Ты чего?» Не заметили слово «ты», не заметили «не трогай мою семью». Ну, слово «абсурдная ситуация», когда сам Кадыров выложил в паблик видео избиения беззащитного человека своим сыном. А потом «не трогай мою семью». Вот эти бдительные белые пальто этого не заметили, а зато заметили, что как это... Она написала, что он орешки ел, значит, это значит ЖЖЖ неспроста. Ах, вот мы ее вместе, значит, тоже пнем. А тут еще интересна реакция путинского окружения, потому что и очень показательна, как мне кажется, реакция господина Пескова, когда ему позвонили журналисты, он сказал, что не будет комментировать историю с избиением сыном Кадырова вот этого парня. А потом, честно, кажется, как на духу признался, потому что не хочу. И это ведь некая капитуляция, потому что вот эта вся вертикаль получается присягает руководителю одного из субъектов Российской Федерации. Как это выглядит? Так в том-то и дело и, собственно, на Собчак-то. Почему звонок Собчак? Потому что она представитель российской элиты, как ни крути. И там в своей радости, что, значит, уели представителя российской элиты, люди, которые, значит, не любят Путина и не любят Кадырова, не заметили, кто именно уел. Здорово, ребята. Ну, а не получится ли так, как с Пригожиным? Все-таки не сразу, но после. Не получилось один раз, но потом все-таки в небе что-то произошло с самолетом, и он упал, как говорит Владимир Путин про средства передвижения. Про подводную лодку она утонула, но там другая история. Здесь вот он просто перестал. Прерванный полет Евгения Пригожиным был, кстати, для многих, что интересно, очевиден. Многие эксперты, с которыми мы говорили, что Пригожин не жилец, не произошло никакого помилования, прощения, то есть наступит момент, когда он перестанет физически существовать. С Кадыровым может что-то подобное произойти? Вот смотрите, у вас есть умные эксперты, которые точно знали, что что-то произойдет с Пригожиным. Я ничего такого не предполагала в том смысле, что я говорила, да, с одной стороны, вроде понятно, что Путин его должен ликвидировать, с другой стороны, вроде понятно, что Пригожин это тоже должен знать, и давайте будем как анекдоте 50 на 50 про динозавтра либо встречу, либо нет. И я от своих слов не отказываюсь, потому что, знаете, вот это очень легко постфактум анализировать любые события и говорить, ну, так же и должно было произойти. Но с моей точки зрения, например, я вообще могу предсказать, что теоретически, да, с точки зрения логики, вот вы говорите, насколько путинская крепка власть. Вот обратите внимание, что происходило с самодержавными монархами, которые, как я уже сказала, были умнее президентов и были умнее диктаторов, если они не были умные. Происходило, в принципе, в Европе и в России тоже две вещи. Либо их сносила элита, как какого-нибудь Петра Третьего или Павла Первого, подушечкой душили, табакеркой. Либо, если табакерки не находилось, происходила революция, которая уничтожала и элиту вместе с этим императором. Как это произошло в случае Николая Второго. А вот согласитесь, логически рассуждая, там, какой Путин, и который, вот логически рассуждая, российская элита, в том числе и силовая, вот просто самые такие дремучие силовики, условные патруши, условные ковальчуки, люди, которые не обременены интеллектом, но у которых есть хороший инстинкт выживания и которые владеют разными силовыми примочками. Они должны думать, так, вот этот человек ведет Россию в бездну. Значит, либо мы его сами подушечкой, либо рано или поздно произойдет, как в 17-м году революция, потому что он не собирается останавливаться, воевать. Хорошо он будет воевать, вот он будет воевать 2, он будет воевать 3, он будет воевать 5, но как бы через 5 лет может начаться, может быть, даже раньше вот этот вот самый окопный синдром. Давайте лучше, значит, мы раньше, чем народ. Теоретически они должны так рассуждать, а практически я не знаю. Вот то же самое, учитывая все, что, сколько вытирал, вытирали ноги о Путина, сколько было слов о том, значит, начиная с чего, что российские силовики не имеют права ездить в Чечню без разрешения, кончая вот этим вот видео, на которых, как я уже сказала, актер, играющий Зеленского, капитулирует перед Кадыровым. Всякие чеченские флаги, которые втыкались в оккупированные украинские территории, заметим, не российские флаги втыкались, и причем втыкали это люди, которые даже не сражались в первых частях на фронте. Моей точке зрения, это вот, ну, просто ради инстинкта самосохранения Путину надо было сделать из этого вывод, да еще и как-то подумать, что, ну, в конце концов, есть же российские, он ведет войну. Во время войны роль армии всегда возрастает. Вот армия будет это терпеть? Армия скажет, ребята, а может это сама, вот чем нам воевать все в Украине, может я повоевать снова в Чечне? А это я к чему? Да, вот логично рассуждая, Путин, да, должен так логично рассуждать. Но поскольку мы знаем, что логические рассуждения не являются сильной стороной Владимира Владимировича, судя по тем действиям, которые он производит последние 23 года, то черт его знает. Может он всерьез думает, что у него, типа, Кадыров для него держит Чечню. Почему, на ваш взгляд, появилась информация? Мы не можем ее, конечно, проверить, но можем опираться на те сообщения, о которых, в том числе, в провластных каналах Телеграм появились. Якобы поступила установка, Абрамовича больше в СМИ не критиковать. Абрамович снова возвращается в игру, или он, может быть, из нее не выходил? Как вы считаете, какая роль Романа Аркадьевича во всем этом? А где Абрамовича критиковали? Это я что-то не помню. И кто поступил установка? Вот что мы тут будем комментировать? Ну, там, якобы, ТАСС получил, источник ТАСС сообщил, что больше не критикуйте Абрамовича. Не знаю, я не видел больших наездов на Романа Абрамовича, хотя иногда, мне кажется, в Телеграм-каналах что-то появлялось, но очень незначительно. Стоп, ТАСС получил запрет критиковать Абрамовича. И это написано в каком сливном почте? Публикует ряд провластных Телеграм-каналов. Я не могу этого утверждать. Понятно. Но у меня, во-первых, вопрос. То, что публикует ряд провластных Телеграм-каналов, это вот из той же серии, что, значит, там ряд провластных Телеграм-каналов публиковал, я не знаю, что Залужного убили, что Буданова убили, что российские ракеты в цель попадают. То есть они много удивительных вещей публиковали, которые стоят ровно ноль целых хрен десятых. Второе. Естественный вопрос нормального человека. А когда-то скритиковал Абрамовича последний раз? Ну-ка, покажите. Абрамович, да, является одним из посредников на несуществующих и неведущихся переговорах. Это человек, который периодически там общается с Чемизовым, Чемиз после этого периодически общается с Путиным и доносит ему какие-то точки зрения, которые никуда не ведут, потому что мы все знаем, что Путин будет воевать до морковки на Заговине. Поэтому эти переговоры что веди, что не веди. Но там есть какие-то люди, какие-то силы в, не знаю, в каком круге, в круге первом, в круге втором, не знаю, которые что-то до Путина доносят все-таки. Вот там условный Роман Абрамович, можешь что-то Путину сказать? Хорошо, он, наверное, не может остановить войну, но он может корректировать какие-то политические курсы, направления или это все? Он может участвовать в обменах пленными, и он действительно это участвовал, достаточно много людей, соответственно, благодаря ему, достаточно, ну не благодаря ему, но при его посредничестве, точно как и при посредничестве Эрдогана и многих других людей, эти люди обретали свободу. Слушайте, но видно же, что Путина не может корректировать никто. Это вот уже, этот метеорит несется, и, по-моему, его не может корректировать даже Ковальчук с Патрушевым Кота, хотя они, наверное, хотели бы отползти. Я как-то не сомневаюсь из того, что я знаю, что там все в ужасе, даже до самых твердолобых борцов с натовскими комарами. Но все, у товарища Путина, он считает, что у него все отлично на фронте, но у него действительно на фронте и неплохо, учитывая то, что сама армия боялась и российская ожидала по состоянию на начало украинского контрнаступления, когда там не было понятно, устоит ли российская армия, она вполне успешно устоит, она вполне успешно ведет оборону в Украине, не хватает артиллерии, Украина, мы видим, что украинское наступление идет крайне медленно, сопровождается крайне тяжелыми жертвами, соответственно, вот, учитывая то, что есть еще, помимо того, что дела на фронте и так обстоят для Путина неплохо, а ему же еще доносят вообще только хорошее, то есть, соответственно, он считает, что у него все вообще замечательно, а у него есть стратегия, которая считает, что Россия вынесет еще много лет войны, и она действительно вынесет некоторое количество лет войны, потому что еще экономика перестроилась, Россия, которая перестроилась таким образом, что те люди, которые никогда не получали денег, потому что, ну, они были слишком неквалифицированные работники, идут, нанимаются, получают, если их убьют, 7 миллионов, их семьи никогда такого не видели, а те люди, которые заняты на военном производстве, начали получать большие деньги, просто рабочие, те люди, которые заняты на невоенном производстве, начали получать большие деньги, потому что начался дефицит труда и, соответственно, поползли вверх зарплаты. Строится всё в Ростове, строятся там газопроводы и прочее на Дальнем Востоке. Одно только окно в Европу, которое было прорублено ещё Петром Первым, поскольку оно закрыто, вот там идёт ужасающая депрессия. А во всех остальных, во всех многих регионах вот такой эффект, как у Гитлера в 1936 году при мобилизации экономики, это такое военное кенесианство, этот эффект пока имеет место. И понятно, что это пирамида, вот такая военная пирамида, ну, во-первых, никто не знает, когда она обрушится, а во-вторых, Путин считает, что ну, а за это время Украина, у которой там с 1991 года сократилось население с 51 миллиона до 36 перед войной, если я не ошибаюсь, ну, 36 это не считая оккупированных территорий, но тем не менее. Значит, сейчас выехало 8 миллионов человек. Вот, если он будет бомбить инфраструктуру, то люди просто не вернутся и страна понесет такой катастрофический ущерб, который будет больше катастрофического ущерба, который понесла Россия. Вот он называется, чтобы значит, у соседа, давайте я зарежу свою корову, чтобы у соседа сдохло две. Вот нынешняя стратегия Путина. Она абсолютно убийственна, она абсолютно убийственна для России, я не знаю, насколько она будет убийственна для Украины, но тем не менее, ему кажется, он вайфорит, что она работает. Все вокруг в ужасе, а что они могут сделать. А выборы, вообще, насколько, ну, вот я упоминаю это слово, Россия, наверное, страна, его волнует, то, что будет, как будет, или, в принципе, вот этот церемониал, этот процесс, там, вроде, что-то говорит Песков, это не демократия, это дорогая бюрократия, в Нью-Йорк Таймс он это озвучил. Вообще, для Путина это все важно? Очень важно. Следующий год. Потому что ему бы хотелось, чтобы пришел народ от чистого сердца, и ему, спасителю России, борцу с натовскими комарами, отдал 100% голосов. Более того, поскольку ему хочется, значит, весь бюрократический аппарат будет на это работать, а Путин будет закрывать глаза и думать, что если там, ну, не 100%, в 90% голосов, там, после этого он увидит результаты этих выборов, скажет, ааа, как меня народ-то любит. Это для него очень-очень важно. А как будут, на ваш взгляд, подбирать кандидатов, вот таких, не то чтобы спарринг-партнеров, но вот в свое время Ксения Собчак участвовала в выборах, многие ей это вспоминают до сих пор, мол, стало спойлером. А вот это, да, а вот это тут она была спойлером, понимаете, котлеты отдельно, мухи отдельно, я же не говорю, что Ксения Собчак, да, вся в белом, пушистая и так далее. Но я говорю об этом конкретной ситуации, да и вообще, если честно, Ксения Собчак, будучи, занимая то место, которое она занимает в российской рите, могла спокойно пойти работать, я не знаю, в какой-нибудь веб-банк, быть его председателем и грести деньги лопатой. Вместо этого она занимается, значит, тем, что и прилетает и слева, и справа, и со всех сторон. Но тогда, конечно, да, она была спойлером, более того, я вам скажу, потом они с, не будем называть там второго человека, ходили в администрацию президента и спрашивали, ребята, не нужна ли вам тут либеральная партия? Не нужны ли вам тут помидоры? Нет, сказал им Киренок, нам помидоры не нужны, мы на картошке пройдем. А сегодня что нужно? То есть понятно, что такой спойлер уже не имеет смысла все-таки запускать или что-то имеет смысл? Вот будет ли что-то администрация делать похоже на этих... Слушайте, если вы намекаете, толсто-толсто намекаете на вот этот вот слух, что типа Венедиктова запустят конкурент Путина... Я не очень в это верю, если честно. Но я намекаю на это. Мне кажется, что этот слух пущен для компрометации Венедиктова, вот и все. Учитывая, значит, тот, какой хейт, причем в данном случае довольно заслуженно огребла Ксения Собчак, то я как-то не вижу, что Венедиктов на это пошел. И не вижу... Понимаете, вот это к вопросу о том, что я вам говорила, что... А вот они тогда ходили, Собчак и еще один человек в администрацию спрашивали, не нужны ли администрации помидоры. А администрация сказала, что помидоры им не нужны. Правильно, потому что это на самом деле с моей точки зрения не технологично, потому что вот Лукашенко хотел что-то такое придумать и изобразить, что у него есть выборы. И бац, выбрали Тихановскую. Потому что я думаю, что в администрации понимают, что, значит, ситуация может быть такая, что любой кандидат, который, ну, просто является кандидатом, проголосовав за которого ты высказываешь свое недовольство Путином, может, первое, огрести огромные проценты, особенно большие в Москве. Так где-нибудь, пусть закадриченский, он, допустим, не соберет процентов, да и тем более, что там будет сидеть тетка, которая директор местной школы, которая все правильно посчитает. А в Москве, где, кстати, раньше всегда считали правильно, но пока не получилось электронное голосование, это тут, надо сказать, что теперь есть такой могучий инструмент, который просто все может снести. Так вот, пока в Москве считали правильно, пока не было электронного голосования, то там же на разных участках побеждали Прохоров и так далее. То есть, в общем, соответственно. Значит, представьте себе, как в 2012, как в 2011 году выходили в Болотную, со словами какими? Со словами вы нас даже не представляете, со словами вы неправильно подсчитали, с чего начинается любая оранжевая революция, с чего начинается Майдан. Это очень специфическая революция, когда происходят выборы, и власть фальсифицирует их результат, а мы понимаем, что результат любых выборов в России сейчас будет фальсифицирован, просто по той причине, что даже если, представьте, невероятную картину, что там придут и Путину наложат 50%, то чиновники будут считать необходимым довести эти 50% до 90%, потому что иначе они будут считать, что они недостаточно лебезят перед начальником. Это вот просто способ их лебезить перед начальником. И, соответственно, будет ясно, что там насчитали липу. И, соответственно, при наличии малейшего кандидата, который может как песчинка в жемчужине послужить, песчинка в раковине послужить формированию жемчужины, послужить тому, чтобы стать точкой концентрации неудовольства, это может реально вспыхнуть. Да, это не обязательно будет, то есть это понятно, это не будет вспыхивать где-нибудь в провинциях, но если это вспыхнет в Москве, это, по крайней мере, неприятно. Не говоря уже о том, что это, в свою очередь, это тоже очень важный момент. Есть вот та самая элита силовая, которую я упоминала. И эта силовая элита, она может не действовать сама по себе, потому что, ну, то и сё, пятое, десятое, а вот там народ вроде всё ест, а если начнутся возмущения, причём малейшие возмущения, то тут расклад уже совершенно другой, потому что тут элита вспоминает ровно то, о чём мы с вами обсуждали, что как бы вот, да, либо мы сейчас его сами снесём, либо нас могут снести вместе с ним. А есть ведь на горизонте ещё и американцы, и весь цивилизованный мир, который просто вот та, во-первых, показывает любому человеку, который снесёт Путина, что, парень, там все твои грехи будут забыты, там можешь просто унаследовать всё вплоть до дворца в Геленджике. Мы вообще закроем глаза на всё, только, значит, вот, нет ли у тебя табакерочки. Да, и в этих условиях эта табакерочка быстренько мотивализуется. Это же как с, знаете, Мчушеску. Его же тоже, в общем-то, ненародная революция снесла. Народ вышел на площади, потребовали в народ стрелять, и тут те люди, которые должны были стрелять в народ, сказали, так, в народ стрелять очень много патронов, а вот тут, значит, есть один чувак, на него с женой всего два. И так оно и произошло. Да, кого проще? Какое количество патронов, где, куда израсходовать? Соответственно, мне кажется, учитывая, что Кириленко там большой технолог, но это было бы очень нетехнологично давать возможность концентрации какого-то, превращать выборы в что-то, что может быть палкой в колесе. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Спасибо вам за это. Юлия Латынина была с нами сегодня на прямой связи. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Мы продолжаем наш стрим. Мы уже переходим...